Я независимый аналитик, работаю в Армении, я директор независимого мозгового центра. Я очень рад, что могу остановиться на этой теме, потому что тема действительно заслуживает обсуждения на заседании парламентской ассамблеи Евронеста. Тема очень важная и серьезная. Это важная площадка для всех наших коллег из стран восточного партнерства. И еще одна важная вещь, которую хотелось бы подчеркнуть. Думаю, наше сегодняшнее обсуждение отражает еще одну гораздо более серьезную угрозу. Посмотрите на то, что происходило в Грузии с 2008 года, что сейчас происходит в Украине. Мы наблюдаем очень опасную эскалацию. Сохраняются очень мощные потенциальные угрозы. Опасность войны все еще сохраняется. В то же самое время Южный Кавказ остается регионом, связанным с большими рисками. С армянской точки зрения тут у нас три основных элемента. Во-первых, Армения обязалась использовать дипломатические меры и средства. Минская группа ОБСЕ – единственный дипломатический формат, у которого есть мандат по ведению переговоров с целью урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Это особенно важно, потому что мы сейчас наблюдаем очень хрупкую послевоенную реальность. Послевоенную, но она еще далека от послеконфликтной реальности. И вот, учитывая обязательства использовать дипломатические меры, вернуться на путь дипломатии, Армения демонстрирует конструктивный подход. Демаркация границ меры по укреплению доверия и уверенности, отказ от использования силы, а также поиск консенсуса, который позволит восстановить транспорт и торговлю в приграничном регионе. В этом контексте военные потери Армении были беспрецедентными и неожиданными. Однако у нас есть возможность превратить военные потери в дипломатическую победу для всех. Однако я озабочен тем, что есть два очень опасных прецедента. Война в Нагородном Карабахе в 2020 году. Вот эти два конфликта, два прецедента, если мы никак на них не отреагируем, то они, безусловно, будут подрывать европейские ценности. Первый опасный прецедент связан с этой войной 2020 года. связан с тем, что мы видим сейчас всё больше и больше желающих использовать силу для решения симптоматических конфликтов. Всё больше и больше сторон хотят использовать право сильного. Это опасный прецедент. На него пока мы никак не отреагировали. Второй опасный прецедент, который мы наблюдали в ходе военных действий в 2020 году. Мы видим, что большие авторитарные страны в состоянии одержать победу над такими демократиями, как Армения и Нагородный Карабах, демократиями, которые находятся в стадии становления. Это непростая ситуация. Это тоже подрывает европейские ценности. Также это ставит под вопрос западные обязательства ставить дипломатию превыше всего. И вот в этом контексте послевоенная реальность, повторю, далека от постконфликтной ситуации. У нас есть три императива, три серьёзных задачи. Первый. Мы должны понимать, что война уносит человеческие жизни. Она приносит страдания и скорбь. Кроме того, ещё не все военнопленные вернулись домой. Иными словами, необходимо обеспечить возвращение всех военнопленных и перемещённых лиц по домам. Только тогда Армения сможет, наконец, оставить войну позади. Второй императив – это деэскалация вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Этот императив особенно важен с учётом необходимости создавать институциональные условия для демаркации и делимитации этой границы. Третий императив – необходимо вновь подчеркнуть нашу приверженность дипломатии, переговорам. Да, Россия добилась прекращения огня. На смену ему должен прийти более стабильный и более долговременный миротворческий процесс, который нацелен на установление безопасности. И в заключение скажу, что заключения-то нет, процесс ещё не закончен, он не статичен, он динамичен. И кто, как не Армения, нация выживших? Несмотря на беспрецедентные потери в ходе этой войны, Армения продемонстрировала стойкость. Были проведены свободные выборы, честные выборы. Кроме того, эти выборы дали Армению очень ценное сокровище – легитимацию. А легитимация, в свою очередь, является фундаментом стабильности. На этом фундаменте можно строить что-то новое, смотреть дальше с оптимизмом. Я имею в виду восстановление торговли, транспорта, а также преобразование военного поражения в дипломатическую победу для всех наших соседей. Это вполне возможно. И, наконец, прежде чем я передам слово моему другу и коллеге Зауру Шрию, который подключается к нам из Баку по видеосвязи, хотел бы сказать, что это возможность продемонстрировать, что площадка Евронеста – очень ценная площадка. Я это говорю, имея в виду присутствие здесь наших азербайджанских коллег. Площадка, которая помогает поддерживать диалог, дипломатические усилия перед лицом всех угроз и очень печальных событий, которые, к сожалению, сейчас определяют повестку дня. Ну и, наконец, посмотрите на то, что происходило в Грузии с 2008 года и то, что происходит в Украине сейчас. Риск серьёзный. Мы вновь должны подчеркнуть необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, процесс, идущий в рамках Нинской группы ОБСЕ, а также необходимо продолжать добиваться нормализации отношений между Арменией и Турцией. Это может стать тем условием, которое изменит все правила игры в регионе. Благодарю вас за внимание.